Приветствую вас, и на самом деле, надо бы для начала понять вам вообще для чего переживания по любому, собственно говоря, поводу. То есть вам это, собственно, зачем? По факту. Понимаете? То есть, зачем вы переживаете? У вас есть, наверное, какие-то мотивы для этого. Вот. И очень важно понять, что это за мотивы такие. Очень важно понять, что стоит за этими переживаниями. Ведь мы спасители дела, не знаю, ничего. Ну, мы не знаем, о вас, у нас нет о вас никакой информации. Поэтому мне кажется, что правильнее было бы вам описать, как вы, к примеру, испытываете переживания. Вот. А как, ну, как вы испытываете переживания. Почему вы испытываете переживания. Вот. И что, собственно, вас волнует. Это, собственно говоря, то, что вам можно порекомендовать. Вот. То есть, да, я понимаю, что, наверное, вам хотелось бы чего-то больше. Вероятно, вам хотелось бы чего-то больше. Но информации такой у меня нет. Потому что, ну, вы слишком мало предоставили о себе, о себе информации. Вот. Я могу сказать, что по общему правилу переживают, как правило, тех, кто сверх мотивированы в той или иной ситуации. То есть, к примеру, вы, к примеру, вы сверх мотивированы. То есть, вы слишком-то интересованы в том или ином исходе ситуации, в которой оказались. И, на мой взгляд, у этого, безусловно, есть причины. Сверх мотивация пророждается неудовлетворенностью, тревожностью. Попыткой сдерживать, подавлять свои чувства, свои желания. Морализаврством, моральностью и лишней тоже вызывается подобное переживание по любому поводу. Так что, тут я могу вам исключительно только рекомендовать более детальный разбор. Вот. Если вы, к примеру, к примеру, там, допустим, действительно подавляете себе что-то, вот. Давайте разбираться, почему подавляете, давайте будем раскрывать, вот, и так далее. А то, погнайте. И жизнь может, в принципе, пройти, а вам будет, вы проживаете ее просто. Вот. Согласитесь, не хотелось бы. Но тут, момент ведь именно в том, что нужно ваше желание. Что это делать? Без вашего желания, ничего невозможно. Судя по тому, какой краткий вы задали вопрос, вы не очень, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, да, но... Вы не очень заинтересованы в том, чтобы решать свою проблему. Невозможно. Будет надо ошибаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Всего доброго и удачи. 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 Удачи.